Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Ирония на все времена. Спектакль господа Головлёва привёз в Самару пермский тюз. Среди пострадавших в Саудовской Аравии самарских паломников нет. По данным службы гражданской обороны Саудовской Аравии, к этому часу в Мекке погибло свыше 700 человек. Раненых более 800 человек. К столь масштабным жертвам привела давка. В долине Мина собралось около 2 миллионов человек. Каждый год мусульмане во время праздника Курбан-Байрам направляются на паломничество к святым местам. В минувший вторник в Мекку поехали и самарцы. Как нам по телефону в эксклюзивном интервью сообщил муфтий Талиб Хазрат Ярулин, по предварительным данным наши земляки не пострадали. Курбан-Байрам в России прошел без происшествий. Главный мусульманский праздник начался рано утром после восхода солнца. В Самаре центром торжеств стала соборная мечеть. Одновременно здесь совершить намаз могут 5000 человек. Репортаж Павла Баймакова. Уже к пяти утра у Самарской соборной мечети собираются сотни человек. Еще больше уже внутри. Курбан-Байрам – один из главных мусульманских праздников. День духовного единения по традиции начинается с праздничного намаза и проповеди муфтия. Такое чувство, как будто бы я действительно весь мир мой. Все вот эти мусульмане, все мои друзья, все товарищи, все родные. Особое значение Курбан-Байрам имеет для многонациональной Самарской области. В регионе почти 300 тысяч мусульман. Добрососедские отношения держатся на прочном фундаменте взаимного уважения к традициям и культуре разных народов. С утра приехали сюда, идем, все поздравляют друг друга, незнакомые, даже со Средней Азии ребята. Мы сами в Самаре, все здоровы, все радостные. В этот день у мусульман принято посещать могилы родственников, ходить в гости, подавать милостыню. Мясо, принесенного в жертву барана, по традиции раздают неимущим. Этот обряд олицетворяет щедрость и братские узы всего человечества. Павел Баймаков, Максим Гусев, События. Гордума, перезагрузка. Депутаты впервые собрались в новом составе и уже определились со своим спикером. Впервые в истории Самары кресло председателя Думы заняла женщина. О знаковых для города решениях репортаж Марины Матвейшиной. Алина Геннадьевна, поздравляю вас с вступлением в должность и поздравляю вам вместе. Теперь у городской думы женское лицо. Кандидатуру Галины Андреяновой на должность спикера поддерживают единогласно. Безупречная репутация и 15-летний опыт государственной и муниципальной службы – главные ее козыри. Я хочу поблагодарить всех за оказанное мне доверие и надеюсь, что будет оказана огромная поддержка правительства. Николай Иванович в вашем лице и города Самары. Это заседание первое и в истории Думы шестого созыва и в жизни большинства депутатов. Ряды народных избранников пополнили новые лица. Теперь депутатов не 35, как раньше, а 41. Впервые в городском Заксобрании представлены партии Родины и ЛДПР. Статус-кво сохранили справедливые россы и коммунисты. Лидерство бесспорно принадлежит Единой России. 36 депутатов – члены партии власти. На первом заседании парламентарии формируют профильные комитеты. Открытым голосованием определяют их руководители. Новые гордумы – еще один этап реформы местного самоуправления. Следующий шаг – передать исполнительную власть общественным советам. Не от того, что мы ими не хотим заниматься. Мы хотим, чтобы они постоянно занимались этой работой. И люди не искали правды за тридевять земель. А на месте могли бы сходу решать многие те проблемы, которые решаются на месте. Еще один важный вопрос в повестке – назначить исполняющего обязанности главы города. Единогласно этими полномочиями наделяют Олега Фурсова. Перед нами стоит очень серьезная ответственность, связанная с тем, что в рамках выборной кампании было дано очень много наказов. Мы должны с вами в таком согласии, в неком таком единении и понимании, конечно же, эти наказы отработать в самое ближайшее время. Я, с своей стороны, гарантирую вам, что все наши службы будут сориентированы на то, чтобы пожелания людей были реализованы. Марина Матвеевична, Артем Сулайман в События. Работа над ошибками. Самара Горэнергосбытия сделали оргвыводы из ситуации, которая произошла этой осенью. Напомню, часть горожан впервые получили пилотные счета за электричество. Некоторых самарцев увиденные суммы сильно удивили. Дело в том, что если у энергетиков нет показаний от собственников, то оплата выставляется по среднемесячному потреблению или по нормативу. Тем, кто хочет получать точные счета, необходимо самостоятельно передавать данные. Это можно сделать по телефону, СМС-сообщением или по электронной почте, а также зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте поставщика. Кроме того, есть специальные ящики для сбора информации. Сейчас Самара Горэнергосбыт ведет переговоры с управляющими компаниями об их установке в каждом районе города. Кроме того, в компании заявили, что в случае возникновения споров, в первую очередь они готовы выслушать точку зрения потребителя. Счет сам по себе является информационным документом. Если вы, открыв его, выявили какие-то расхождения между размером начисления и фактическим показанием вашего прибора учета, то не стоит волноваться. Мы предлагаем всем нашим потребителям произвести с нами сверху взаиморасчетов и передать актуальные показания приборов учета. Вооружены и очень опасны для снежных заносов. Более 4000 дворников и 170 аварийных бригад готовы хоть завтра выйти на работу с капризами природы. В этом году, рапортуют главы управляющих компаний, они впервые обо всем позаботились заранее. Не стали дожидаться, когда зима нагрянет внезапно. Марина Матвейшина проверила, так ли это. Метла, лопаты и грабли – полный боекомплект дворника. И как у военных, он и миной. Чтобы в бою с мусором, а зимой со снежной стихией, он его не подвел. У каждого все свое. Выдают, и они уже остаются у каждого свое в кондейке. Где лежат лопаты, там, метла, вот это все. У альпинистов-верхолазов свое снаряжение. Для работ на высоте главное – безопасность. Вот это уз, который страхует меня. Допустим, я на крыше, и чтобы, грубо говоря, что-то не случилось, я себя подстрахую. Я с помощью карабина себя встегиваю, и все, я в безопасности. Со мной ничего не случится, ветер не сдует, никуда я не упаду, не улечу. Чтобы не улететь, одной страховки недостаточно. Альпинисты каждый год подтверждают свою квалификацию. В управляющей компании ПЖРТ Куйбышевский рапортует. Коммунальщики в полной боевой готовности. Хоть сейчас на борьбу со снежными заносами. Дворники укомплектованы у меня на 88%, но в которой нехватка дворников. Я приобрел маленькую технику мобильную – это Бобкэт, которая заменяет других людей. Бобкэт – машина многофункциональная. В считанные секунды водитель меняет навесное оборудование в зависимости от погоды. С щеткой мы убираем снег, когда снег выпадает до двух сантиметров, мы его сметаем. А когда выпадает больше снега, мы ковшом чистим, раздвигаем. Всегда хорошо работать, когда это идет планово, а не аварийно, как там выразится по-русски, с кондачка. Такую масштабную подготовку к зиме в Самаре организовали впервые. Именно на таком подходе настоял и у главы города Олег Фурсов. Так что подкрасться незаметно холодам уже не удастся. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов, События. Дружба бесценна. Но чтобы она по-прежнему радовала, нужны и забота, и деньги. Речь о Самарском парке, что к своему 65-летию получил возможность преобразиться. Как будет выглядеть дружба уже следующей весной, знает наш корреспондент. 14,5 гектаров зеленых насаждений. Парк «Дружба», построенный еще в 50-м году прошлого века, скоро изменится. Половину отремонтировали еще год назад, и вот приступили к тому, что осталось. Очень хорошо, что у нас скверы вообще стали восстанавливать. Хоть где-то, где-то у нас можно погулять с детьми, и вообще просто радует Самару, честно говоря. Она преображается. Давид, быстрей! Ой, извиняюсь. Очень хорошо. Вообще парк «Дружба». Мы соревнуемся здесь часто, школами. Я из гимназии 4. Вот. Как она в этом, в том году уже преобразилась, а в этом году вообще шикарно. Здесь мы проводим, особенно с маленькими детками, где-то, ну, 3-4 часа, получается, два раза приходим. Очень довольны этим. Но, естественно, некоторые моменты здесь уже нужно сделать по-новому, по-современному, чтобы было и чище, и лучше было, чтобы не было здесь ямок, камней. Архитектура парка не поменяется. На этой схеме, видно, тротуарная плитка появится на центральной аллее. Вот так будет выглядеть ее рисунок. Остальные асфальтовые дорожки тоже приведут в порядок. Из городского бюджета на обновление парка потратят 18 миллионов рублей. Часть работы должны успеть закончить уже до конца октября 2015-го. В этом году мы планируем выполнить устройство центральной аллеи от улицы Гагарина до здания и отремонтировать часть основных тротуаров. Ряд работы, такие как устройства газонов, ряд тротуаров останутся на следующий год. В Самаре на протяжении всего года ремонтировались парки и скверы. Яркий пример – парк Победы, открытый к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Теперь на подходе и парк Дружба. Мариана Мирная, Артем Сулайманов, События. А сейчас коротко о важных событиях, которые произошли к этому часу. Силовики задержали подозреваемого в совершении резонансного преступления. У ресторана «Разгуляй», где в минувшую субботу произошла массовая драка. 20-летнему молодому человеку неизвестные выстрелили в спину, а затем переехали его на машине. У арестованного изъят карабин. Крупным ДТП под Тольятти пострадали 5 человек, в том числе 9-летний ребенок. Предполагаемая виновница аварии – автоледи, допустившая ошибку при повороте налево. Курумыч рекомендует пассажирам авиакомпании «Центр-Юг» вернуть билеты в кассы. С 1 октября эта компания приостанавливает свою деятельность. Росавиация приняла такое решение, найдя серьезные нарушения воздушного законодательства. До 20 рейсов в сутки. С конца октября число вылетов из Самары в Москву резко увеличится. В Курумыч приходит авиакомпания «Победа», работающая в столичном направлении. Два театра 63-го региона попали в двадцатку лучших по России. При составлении рейтинга принималось во внимание показатель посещаемости, оценка зрителями спектаклей. Тольяттинский драматический театр имени Дроздова «Колесо» в этом рейтинге занял 15-ю строчку. Самарский академический театр оперы и балета – 17-ю. Французский кальвадос с самарскими нотками. Элитный яблочный бренди научились делать в Политехническом университете. Традиционную технологию адаптировали под местные условия. Результат оценили даже зарубежные метры. Как делают бренди по-самарски, увидела Валерия Макарова. В процессе будет промывка. Первый слой, когда выложим, мы положим вторую дозу, чтобы она прессовала лучшие равномерки. В учебную лабораторию привезли полторы тонны яблок – урожая этого года. В будущем они превратятся в сидр и бренди. Яблоки местные, из Новокуржевска и прилежащих районов. Главное, что в них ценится, это их сладость, небольшая кислинка и малый размер, чтобы их было удобно перерабатывать. На родине яблочного бренди или кальвадоса во Франции для его производства выращивают специальные сорта. В Самаре приходится подстраивать технологию под родные Антоновку, Кутузовец, Спартак и Шарапай. Специалисты факультета пищевых производств обогатили традиционную технологию собственными разработками и получили на это патент. Здесь строго следят за качеством, анализы проводят каждый день. Самарский кальвадос оценили даже профессионалы. В прошлом году приезжал один из известнейших производителей кальвадоса, Кристиан Драин. Он проводил свою презентацию и дали ему продегустировать наш кальвадос. Ну вот я вам дословно могу сказать его слова. Он сказал, это лучшее из того, что я пробовал в России. Славятся факультеты своими винами. Говорят, местный сорт своим мускатным вкусом напоминает шардане. В учебной лаборатории есть свой импровизированный винный погребок. Здесь температура ровно минус 2 градуса. Чтобы сохранить продукцию вина, экологически чистые. Не добавляют ни консервантов, ни красителей. Недавно партнером университета стал Ялтинский винзавод. Теперь студенты будут перенимать опыт у мастеров своего дела. Массонер – это известный старинный винзавод в Крыму. Мы будем посылать туда студентов на практику производственную. Ну и сотрудники будут повышать свою квалификацию, погружаться в тайны виноделия еще больше. Производство на продажу здесь пока не планирует. Лаборатория создана, чтобы учить студентов не только по книжкам и адаптировать зарубежные технологии для местного сырья. Дело это нелегкое и небыстрое. Так, хороший кальвадос урожая этого года можно будет распробовать не раньше 2018-го. Таков срок выдержки. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Самару посетил знаменитый хирург-трансплантолог из Иордании. Доктор Абдель Хадиб Рейзад специализируется на пересадке печени. В Самару он приехал, чтобы провести лекцию для студентов медицинского университета. Доктор Абдель Хадиб Рейзад обучался в советское время в России и 25 лет назад принимал участие в первой проводимой в нашей стране операции по пересадке печени. Сегодня он делится передовым опытом с будущими врачами и налаживает связи между Иорданией и Самарой, чтобы совершать обмен студентами. Новому поколению докторов иорданский врач рассказал о ноу-хау, который активно применяет у него на родине. Мы в последнее время в нашей стране, хотя она маленькая страна, мы разработали такое руководство по организации службы изъятий органов у людей с мозговой смертью. Организация это, чтобы было четко и ясно, кому, когда органы отдать. И чтобы было распределение органов. И все больные были в национальном листе, который можно в компьютерной системе все это делать. И, конечно, это самое главное, чтобы была национальная бригада, которая все за этим взяла на себя. Выход есть. Надежда на долгожданное новоселье наконец-то появилась у жителей аварийной двухэтажки в поселке Толевой. Много лет они безуспешно боролись за то, чтобы их дом снесли, а их самих расселили. Юридическая неразбериха не позволяла это сделать. Марианна Мирная вникла в суть проблемы. Мы ухаживаем как можем. Подъезд чистенький, все. Замазываем эти трещины, вот такие голубые там, все это. Но, вы понимаете, если он, ну, он вот трескается, прям слышно, как он пополам разрывается. Эта история тянется еще со времен перестройки, когда двухэтажку в поселке Толевой Бюро технической инвентаризации впервые признало ветхой. Но она до сих пор стоит. За эти годы люди не раз уже собирали документы, доказывающие, что жить здесь нельзя. В последний раз заявку на расселение отправили четыре года назад. Но в программу расселения до конца 2015 года так и не попали. Вникнуть в проблемы отдельно взятого дома профильные департаменты городской администрации и представители уполномоченного по правам человека собрались на воизном совещании. На сегодняшний день мы видим 15-й год, четыре года прошло. Люди продолжают проживать, а их нежилищные условия, вы сами все это видели прекрасно, ухудшаются. По закону сносить дом, не попавший в программу расселения, нельзя. Жители с этим не согласны и готовы идти в суд. В администрации железнодорожного района не только не возражают, но и готовы оказать юридическую поддержку. Профильные ведомства стараются помочь людям, чтобы совместно найти пути решения проблемы. С точки зрения правовой, то гражданам было разъяснено о том, что они вправе обратиться в суд с жалобой на нормативный акт, который был принят. То есть об отмене постановления, которое будет принято, как было здесь сказано, на 16-й год. Потому что последнее постановление о продлении срока расселения было до 31 декабря 2015 года. Пока решаются юридические вопросы по переселению, необходимо тщательно контролировать техническое состояние дома и принимать все возможные мероприятия по его сохранению, пока все жители отсюда не съедут. Мариана Мирная, Константин Головин. События. Соцпакет или деньги? У самарских льготников есть ровно неделя, чтобы принять решение. С тем, кто уже сделал свой выбор, встретилась Валерия Макарова. Раньше Лидия Петина не видела смысла пользоваться льготами соцпакета. Но в этом году решение изменило. Лидия Алексеевна – медсестра с 30-летним стажем, а теперь ей самой нужен врачебный уход. Сейчас у меня усложнилось здоровье, а финансовых возможностей нет. И хочется поэтому съездить у меня куда-нибудь отдохнуть в санаторий. Набор социальных услуг, о котором идет речь, предоставляется федеральным льготникам. Среди них инвалиды всех групп – участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий. Таких в Самарской области почти 280 тысяч. Социальный пакет состоит из трех частей – лекарственной, санаторной и транспортной. Ежегодно законам предоставлена возможность льготополучателям делать маневр либо в сторону социального пакета, либо в сторону повышения размера ежемесячной денежной выплаты. Сегодня стоимость набора социальных услуг составляет 913 рублей 12 копеек. Выбор нужно сделать до 1 октября. Если с прошлого года льготник своего решения не изменил, то и в пенсионный фонд идти не нужно. Валерия Макарова, Сергей Баскин, Максим Гусев. События. Как правильно жить и что есть любовь? Можно ли избежать трагедии? В поисках ответов на эти вечные вопросы актеры пермского тюза взялись за трудную классику. Привезли на фестиваль волготеатральный спектакль «Господа Головлёвы». В том, что беспощадная ирония Салтыкова-Щедрина актуальна во все времена, убедилась Марианна Мирная. Меня как маменька в угол поставит. Мне представляется, будто я не дворянский сын, а добытка пастуха. Что на лбу у меня выросла баланах. И я арабником щелкаю. И не учусь. Трагедия в доме господ Головлёвых. Актеры пермского тюза, которым чаще приходится играть мышку-нарушку или лягушку-квакушку, чем Гамлета, всегда рады классическим постановкам. Прекрасный материал, прекрасная литература. И вообще поучаствовать в таком спектакле, где ты можешь как драматический именно артист себя проявить, это очень важно для артистов тюза, которые постоянно веселятся только. Детей играют и так далее. Почему все погибли, надежда умерла, мечты превратились в уныние и тоску. Понять тонкости дворянского бытия, его тайные пороки, о которых так откровенно писал Салтыков Щедрин. Сложная работа, признается режиссер Михаил Скомарохов. Детям дают все, машины, все что угодно. Образование покупают, только вот семьи как таковой нет. Любви не хватает в семье. Детям нужно внимание, а не деньги. Оказывается, это понимают взрослые люди поздно. Прямо на сцене во время всего действия сидят и зрители. Камерность и близость происходящего дает возможность досконально рассмотреть детали и словно лично побывать в доме Головлевых. Мне просто интересно посмотреть, как режиссер видит Салтыкова Щедрина по-своему, и как его вижу я, и сравнить эти два образа. Фестиваль «Волготеатральная» в середине пути. Самарцам осталось посмотреть еще семь спектаклей, после чего жюри объявит лауреатов конкурса. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков, События. О подробностях фестиваля «Волготеатральная» вам расскажет Марьяна Мирная в своем дневнике. Смотрите сразу после вечерних выпусков программы «События». На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал «Самара ГИС» в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте предложения и смотрите нас на экранах смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!